Здравствуйте! Вы смотрите программу событий на телеканале Самара Гиз. В студии Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема дня. Как в Самаре пройдет Парад Победы? Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного оргкомитета. Новое место притяжения для жителей поселка Прибрежный и сквер Овчарова капитально обновят. Ультрафиолет на смену хлору. Как идет строительство современной станции обеззараживания сточных вод? 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы. По поручению президента России Владимира Путина создан Оргкомитет Победы. Задача составить программу масштабных акций. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного оргкомитета. В режиме видеосвязи участники обсудили подготовку к масштабному событию. Как в Самаре планируют провести Парад Победы, расскажет Лариса Шалафаст. День Победы – великий праздник для всех россиян. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, масштабные торжественные акции, которые традиционно проходят 9 мая, в этом году пришлось перенести, чтобы обезопасить людей. Теперь, когда эпидобстановка в стране постепенно стабилизируется, президент принял решение провести парад 24 июня. А шествие бессмертного полка предварительно назначено на 26 июля. Перед региональным оргкомитетом Победы стоит задача организовать проведение этих знаковых мероприятий в Самарской области на самом высоком уровне. При этом не допустить роста заболеваемости. Да, сложилось так, что исторический юбилей Победы мы отмечаем в особых условиях, когда страна борется с распространением и последствиями пандемии, инфекции. Поэтому пришлось на время отложить проведение масштабных торжеств и многолюдных праздничных мероприятий ради того, чтобы сберечь здоровье и жизнь граждан. Парады пройдут, конечно же, не только в Москве, но во многих городах и, конечно, в столице нашего региона, в Самаре, разумеется, при соблюдении самих строгих требований безопасности, чтобы свести к минимуму, а лучше исключить риски для участников и гостей. Ограничительные меры не помешали региональному оргкомитету Победа провести практически все акции, запланированные в этом году. В первую очередь речь идет о помощи ветеранам. Так 20 267 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получили различные меры поддержки. Во время режима самоизоляции участники всероссийской акции «Мы вместе» передали пожилым людям 21 тысячу продуктовых наборов. По решению губернатора с 1 мая за счет средств президентского гранта восстановлены единовременные денежные выплаты ветеранам, которых они были лишены в 2017 году. Также за счет средств гранта уже в этом году будет решен вопрос обеспечения жильем тружеников тыла. Большая работа проделана по сохранению исторической памяти. 1101 мемориал Самарской области, увековечивающих память погибших при защите Отечества, были приведены в порядок. Несмотря на особую эпид-обстановку, День Победы в Самарской области был отмечен яркими акциями. Посредством социальных сетей реализованы проекты «Память героев. 75 дней до Победы», «75 лет спустя», «Судьба солдата», «Бессрока давности», а также флешмоб «Мы все равно скажем спасибо». На сайте правительства Самарской области действует раздел, тематически посвященный Великой Победе в регионе. Регион уже готовится к проведению Парада Победы. Предполагается, что в нем примут участие почти 1700 человек личного состава и более 60 единиц военной техники. В прохождении техники времен Великой Отечественной войны будет сопровождаться показательными полетами авиационной техники ЦСКА ВВС и ДОСА в России. Кроме того, по улице Чапаевской в районе площади Пульбышева планируется организовать выставку вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации. По предварительным расчетам военный парад будет проходить в течение одного часа. Пока из-за опасности заражения COVID-19 в регионе рассматриваются два варианта проведения парада – со зрителями и без. Если эпидемиологическая обстановка позволит провести парад со зрителями, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования, количество мест на трибунах будет сокращено до 5000. Кроме того, будет соблюден масочный режим. На входах людям будут предлагать обработать руки антисептиком. Чтобы предотвратить массовое скопление людей на точках входа, организаторы составят график прибытия зрителей на площадь. Лариса Шлафаст, События. Сегодня в Самаре на Кряжском аэродроме прошла первая общая репетиция военного парада, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Слово нашему корреспонденту Олегу Звереву. Добрый день. Как мы видим, сейчас на Самаре идет дождь. Тем не менее, первая репетиция парада Победы уже состоялась. И, как говорят, военная непогода – параду не помеха. К сожалению, доступ съемочных групп на территорию Кряжского аэродрома ограничен из-за карантина. Тем не менее, мы сейчас работаем возле контрольно-пропускного пункта аэродрома. И вместе с нами подполковник Павел Воронов, начальник автомобильной службы 2-й общевойсковой гвардейской армии. Он нам расскажет о параде и, соблюдая социальную дистанцию, мы начинаем беседовать. Несмотря на непогоду, тренировка парада прошла согласно плану в статном режиме. Происшествий, замечаний не было. Сегодня здесь состоялось прохождение пеших колонн, я так понимаю. Да, совершенно верно. Сегодня прошли пешие колонны, которые будут участвовать в параде на площади Куйбышева. Принимали участие военнослужащие 2-й армии, мотострелковые, танковые подразделения, инженерных войск, РКБ защиты, разведных войск. Также в тренировке принимали участие представители силовых структур – ВСИН, МЧС, МВД и Росгвардия. Скажите, а как будет организована техническая часть парада? На параде по площади Куйбышева пройдет механизированная колонна, в состав которой вошли современные образцы и военные техники, находящиеся на вооружении 2-й армии. Это танки Т-72Б3, БМП, БТРы, современные комплексы «Искандер-М», артиллерийские системы залпового огня «Ураган», «Торнадо». Спасибо, Павел Александрович. Конечно, немножко обидно, что в этом году нам не удалось посмотреть парад 9 мая, но зато есть повод дважды отметить юбилей Великой Победы. Комфортная среда, которую выбрали сами жители в сквере Овчарово в поселке Прибрежный, начались подготовительные работы по благоустройству. Территория стала победителем в общественном голосовании, теперь ее капитально обновят. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как ведется работа. Подробности в нашем сюжете. Сквер Овчарово станет новым местом притяжения для жителей поселка Прибрежный. Здесь обновляют территорию по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании общественное пространство набрало свыше 15 тысяч голосов. Парк площадью 14 тысяч квадратных метров капитально отремонтируют. Уже сделали демонтажные работы, снесли старые дорожки и спилили ветхие деревья. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут работы. Уверена, что жителям это понравится, потому что вижу, как ответственно подрядчики относятся, знаю, как жители контролируют это. Территорию, которую они долго ждали. Поэтому убеждена, что это будет такое новое место притяжения в этом поселке. Здесь будут установлены тренажеры и появятся спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и хоккеем. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газон и посадить новые кустарники и деревья. Здесь такое место, которое было и приятно посмотреть тоже, но не было ухожено. Я считаю, что в этом регионе прибрежно будет значительный красивый сквер. Закончить благоустройство сквера Овчарова планируют к первому сентября. Анатолий Головко, Мэри Елчан, Константин Головин. События. В Самаре строят две транспортные развязки. Дорожные работы ведутся на пересечении улиц Уральской и Утёвской, а также на улице Грозненская. Это второй этап строительства Фрунзенского моста. Новые развязки повысят пропускную способность автомобильных дорог. Мэри Елчан расскажет о ходе работ. Строительство второго этапа мостового перехода Фрунзенский в самом разгаре. Дороги от улицы Шоссейной до границы Самары на участке протяженностью почти 8 километров возводят в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Сейчас на объекте ведутся работы по строительству двух транспортных развязок на улице Утёвской и на Грозненской. Возводятся стены рамповой части, то есть идет монтаж опалубки, армирование, ну и последующее бетонирование будет производиться после монтажа опалубки. Один участок уже готов 100% рамповой части, остался только шапочный брус. Можно там выполнить на трех секциях. На протяжении всего участка строительства ведутся дорожные работы и переустройство коммуникаций. Ширина проезжей части будет 9,5 метров. Это на 3 метра больше, чем было. Пока рабочие трудятся на развязках только днем. После того, как забьют сваи под опоры, работы будут вестись круглосуточно. На участке ежедневно работают свыше 100 человек. Это будет, я думаю, отличный объект, который разгрузит перекресток. Если честно, очень удивился темпом работ, который задал подрядчик. Потому что по сравнению с тем, что было два месяца назад, с тем, что есть сейчас, разница, конечно, колоссальная. Новая автомобильная дорога обеспечит пропускную способность моста и дополнительный выезд из города со стороны Куйбышевского района. Завершить работы планируют к осени 2022 года. Реализация нацпроекта проходит по поручению президента страны Владимира Путина. То, как ведутся работы, контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в этом году запланирован ремонт почти 250 километров дорог. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Для удобства пассажиров и водителей в Самаре на улице Чапаевской открыли новую узловую станцию. Теперь диспетчеры контролируют своевременный выход водителей трамваев на маршрут. А персонал сможет комфортно пообедать и отдохнуть. Необходимость в новой станции возникла, когда началась реконструкция Фрунзенского моста. Елена Малютина расскажет подробнее. Самарцы смогут по движению трамваев сверять свои часы. Транспорт следует строго по расписанию. На новой узловой станции на улице Чапаевской диспетчеры следят, чтобы водители соблюдали график маршрута. Раньше узловая станция располагалась на Хлебной площади. На период строительства Фрунзенского моста ее временно закрыли. Вся нагрузка пришлась на узел, расположенный на улице Тухачевского. Там собирались очереди из трамваев. А пассажирам прямо в салоне приходилось ждать, пока сотрудники ТТУ отметятся у диспетчера. На это уходило до шести минут. Раньше мы заезжали на отметку на станцию 1 на Тухачевского. Теряли очень много пассажиров. В связи с этим люди возмущались, теряли народ. Пассажир доволен. Отметку не заезжаем. Сразу едем мимо станции на автостанцию «Аврору». Все довольны. Довольны не только пассажиры, но и сотрудники ТТУ. Теперь у них появилась возможность отдохнуть и комфортно пообедать. Кондуктор Светлана Попова говорит, раньше времени на перекус оставалось мало. Маршруты очень длинные, в особенности тройка. Это даем городка. И если ехать без отметки с этой стороны, то есть очень долго, неудобно. И в туалет не сходишь, и руки не помоешь. Пассажиров много, особенно летом, если это пыль. Мы приезжаем здесь, отмечаемся здесь, обедаем, греем еду. В общем, как-то один огромный плюс. Некоторые водители уезжали в нарушение нашего расписания. И получалось то, что на линии трамвая то было очень много подряд ехали, то был какой-то разрыв. Поэтому теперь здесь находится диспетчер. Он точно соблюдает расписание. В связи с этим, вот эта равномерность движения трамваев на линии ровно. Они едут через равный интервал. И, соответственно, любой пассажир, который там отслеживает расписание, может выйти и сесть на любой из этих маршрутов. Новая узловая станция на Чапаевской обслуживает шесть маршрутов. Первый, третий, пятый, пятнадцатый, шестнадцатый и двадцатый трамваи. Здесь конечная остановка лишь временно. Сотрудники ТТУ отметили, что на остановке Хлебная площадь большой пассажиропоток, порядка 60 тысяч в месяц. Поэтому после завершения строительства Фрунзенского моста трамвайные пути на Хлебной площади восстановят. Дирекция ТТУ уже направила проект на экспертизу. Выполнение работ планируется в 2021-2022 годах. А узловой станции на Чапаевской найдут новое применение. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Ультрафиолет на смену хлору. В Самаре строят современную станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Ход работ проверили депутаты губернской думы во время выездного совещания. Когда станция начнет работать и, как это скажется, на экологической обстановке, узнала Лариса Шалафаст. Городские очистные канализационные сооружения переживают масштабную реконструкцию. На строительной площадке новой станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод работа в разгаре. Ультрафиолетовая обработка – это более экологичный способ очистки. При этом она позволяет уничтожить все известные бактерии. Ультрафиолет решает самую главную задачу – это уход от очистки хлором. И, соответственно, сейчас при сбросе в Волгу мы все-таки делаем до очистки хлором. А после реконструкции мы хлораторные закрываем, консервируем. И вода в Волгу будет уходить только после ультрафиолета. Строительство станции идет по федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», одна из задач которого – сократить техногенное воздействие на акваторию. Ход работ по строительству станции проверили депутаты профильного комитета Губернской думы. Оборудование все закуплено. Сейчас начинается уже возведение самого конструкции, где это будет установлено. Я считаю, что все в срок будет сделано. Но в любом случае мы к этому вопросу вернемся, проконтролируем, когда это будет запущено. Губернатор поставил задачу перед депутатами Губернской думы контролировать нацпроекты, которые реализуются на территории нашей области. И мы на ближайшем комитете рассмотрим, в том числе, как реализуется проект. Также на выездном совещании депутаты Губернской думы и руководство РКС «Самара» обсудили проблему неочищенных промышленных стоков, которые предприятия сбрасывают в канализацию, что сильно вредит всей системе очистки стоков. К этому вопросу депутаты и ресурсники вернутся на заседании профильного комитета в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 2833. Такие данные в четверг, 4 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В России за сутки зафиксировали 8831 случаи COVID-19. Число заболевших с начала пандемии в стране составляет 441 108. Из них 204 623 человека выздоровело. 8 666 пациентов выписаны из больниц накануне. 5 384 человека скончались. Индекс самоизоляции в Самаре на 6 часов вечера, по данным сервисов Яндекса, составил 1,8 балла. Это значит, что на улице много людей. По среднему уровню самоизоляции Самара занимает седьмое место в рейтинге среди 15 городов-миллионников. Возглавляет рейтинг Москва с показателем 1,8 балла. Самые низкие значения индекса за сутки зафиксированы в Уфе и в Казани. 0,9 балла. Поддержка от земляков. Самарские портные шили для местных врачей защитные костюмы. К делу подошли адресно. Комплекции у докторов разные. Не всем подходят стандартные размеры, что существенно осложняло и без того непростую работу врачей. Теперь они могут полностью сконцентрироваться на пациентах. Подробности в нашем сюжете. До начала пандемии коронавируса врач Елена Куварина работала в другом месте. Теперь ее отправили на передовую в приемное отделение 4-й горбольницы. Зона, в которой трудится Елена, считается красной. Ведь именно сюда привозят на скорой пациентов с пневмонией и коронавирусом. В этой ситуации важно защитить себя. Тщательно подобрать костюм и проверить, плотно ли он прилегает к телу. Мы выбираем костюмы по размерам. Я перепробовала разные размеры и нашла для себя комфортный, который каждый раз перед выходом в красную зону надеваю. В принципе, мне удобно, мне комфортно. 4 часа я хорошо выдерживаю в этом костюме. Ну, жарко, но можно, работать можно. Но подобрать костюм по размеру удавалось далеко не всем. К примеру, коллега Елена Игорь-Пожедаев в 4-й горбольнице трудится в реанимации. Рассказывает, и без того непростую работу анестезиолога осложняли тесные защитные комбинезоны. Каждые 4 часа смены, ограниченные в движении, их давались трудом. На помощь врачам пришли самарские производители. Костюм свободный, удобный, плотный. Бахивы вшитые. То есть, нет необходимости одевать еще одни, поверх, как на ранее было, предоставленных костюмах. Теперь Игорь-Пожедаев может не только вздохнуть спокойно, но и полностью сосредоточиться на работе. Тем более, что двигаться в реанимации приходится активно. Виктория Шарая, События. Самарцам рекомендуют соблюдать дистанцию после ослабления ограничительных мер. В городских парках все больше людей. Дружинники проводят профилактические рейды и напоминают горожанам, что собираться большими компаниями по-прежнему запрещено. Из парка Гагарина репортаж нашего корреспондента. Не забываем о социальной дистанции. Возьмите, пожалуйста, память. Плохая погода прогулкам не помеха. В парке Гагарина даже в дождь много отдыхающих. Дружинники напоминают людям. Режим самоизоляции действует до сих пор. И соблюдать дистанцию по-прежнему необходимо. Молодые люди, здравствуйте. Измывайте омена социальной дистанции. Возьмите память, пожалуйста. После небольших послаблений, особых ограничительных мер в регионе, прогулки по паркам, а также пробежки разрешены. Но компаниями не больше двух человек. Режим самоизоляции действует в Самарской области до 8 июня. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Убеждали не только словом, но и с помощью громкоговорителя. Сотрудники Самарской госавтоинспекции проводят профилактические рейды на всех аварийных перекрестках города. Особое внимание водителям, которые не уступают дорогу пешеходам. Какие штрафы им грозят, выяснил наш корреспондент Анатолий Головко. Обстановка на дорогах Самарской области по-прежнему остается напряженной. С начала года в регионе произошло 213 аварий с участием пешеходов. 7 человек погибли, еще 218 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы сократить количество ДТП, сотрудники ГИБДД вышли в профилактический рейд и еще раз напомнили пешеходам и водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Полицейские не только беседовали с горожанами, но и информировали их с помощью громкоговорителя, который установили в патрульный автомобиль. Ожидайте общественный транспорт только на посадочных площадках, если их нет на тротуаре или обочине. Не выходите на проезжую часть. Мы сегодня подготовили дислокацию с учетом анализа аварийности по местам совершения ДТП именно наездов на пешеходов в городе Самара в частности. А также, по нашим данным, там, где такие ДТП могли бы быть допущены. И сегодня максимальное количество сотрудников госинспекции вообще Самарской области именно выведены на вот эти маршруты патрулирования. По словам полицейских, водители относятся к профилактическим рейдам с пониманием. После беседы с инспекторами автомобилисты ведут себя внимательнее и уступают дорогу пешеходам. Даже тем, которые переходят проезжую часть не по правилам. Все водители реагируют по-разному. В основном с пониманием относятся к рейдовым мероприятиям. Стараемся им разъяснять, объяснять все правила, нормы дорожного движения. Как правильно проезжать, нерегулируемые пешеходные переходы. Ну и все, что касается водителей как участников дорожного движения. За нарушение ПДД автомобилистам грозит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Беспечным пешеходам – 500 рублей. Причем по статистике они нарушают правила чаще. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. В Самаре начался сезон клубники. По всему городу продают душистую ягоду. Пока из Краснодарского края и Крыма, но уже через неделю продавцы обещают местную клубнику. На что стоит обратить внимание при покупке ягоды, расскажет Елена Малютина. Покупатели в начале лета так и тянет на клубничку. В самарские рынки заполнены ягоды из Краснодарского края и Крыма. Заморскую сейчас не сыскать днем с огнем. Продавцы это связывают с карантином. Неделю назад цена на клубнику на рынке в среднем упала с 400 рублей до 350. Продавцы говорят, это сразу же повысило спрос. Нина Носкова рассказывает, покупает клубнику в этом сезоне впервые. Говорит, хочет побаловать внуков, которые придут в гости. Своя начинает петь, но она еще не совсем. А ко мне сейчас внук придет, но умы. Своя-то еще, а через 3-4 будет. Очень вкусная клубника, да. Брали не один раз уже. А цены вообще кусаются? Не сильно кусаются, но нейтральны, цены хорошие. Турецкую, египетскую я стараюсь не брать, это лучше на крайнем случае, если что-то надо украсить где-то. А стараюсь брать, чем ближе к месту обитания, тем будет лучше. Но она слаще, она вкуснее. Посмотреть, понюхать и попробовать – это самый надежный способ выбора клубники. Хорошая ягода должна быть сорванной не более двух суток назад и не храниться в холодильнике в течение этого времени. Иначе она теряет свои вкусовые качества. Лучший советчик, как правильно выбрать ягоду – это, конечно, продавец. Только он знает, каким хитростям порой прибегают коллеги по цеху, чтобы продать некачественный товар. В первую очередь, чтобы она должна быть, во-первых, свежая, это очень важно. По ней всегда видно, по цвету, по пятнам и так далее. Важно смотреть до дна чашку. Если продавец уверен в своем товаре, он предложит высыпать. Если он уверен во вкусе, он предложит попробовать. Вода всегда в запасе есть. Поэтому и сорта, очень важно сорта. Есть определенные сорта, вытянутые. Они очень сладкие, очень вкусные. Визуально смотришь, чтобы она была симпатична. А внизу, чтобы она была не мокрая, то есть она не влажная была. То есть она дольше будет хранична. И все. То есть это обручивает качество. То есть визуально, качество и цена. Три золотых показателя. И поэтому выбираем. Не вся ягода, которая красуется на прилавках, полезна для здоровья. Все производители клубники хотят вырастить яркую, блестящую и большую клубнику. А потому порой злоупотребляют удобрениями. Чтобы проверить, не переборщили ли производители с минералами, нужно разрезать сухую ягоду и приложить к срезу салфетку. Хорошая клубника оставит ярко-красный след. А перекормленная ягода – бледный, еле уловимый по контурам. Уже через неделю на прилавках появится местная ягода. По словам экспертов, она и слаще, и безопаснее. Елена Малютина, Константин Головин. События. А на этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!